так представься пожалуйста меня зовут антон андрей мобстер мобстер до поле знакомый ник до поля отобрали но я стрелял на бутгейме какое-то время давно еще это было очень это времена там 13-14 а даже так то есть и ветеран стриминга получается каком смысле ну сейчас судя по ходе ты уже все ты уже на твича слушай ну да там ну сам знаешь типа некоторые некоторыми вещами пренебрегают но я мне четко дали понять что лучше не стоит да 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 еще когда вайтер работал он пытался нас как-то там это самое но так и решить но потом все стало на свои места хорошо что ты стриме сейчас ирл очень много ирл да но я не то что первопроходится в этом я стараюсь во первых ну меня тип на твича на стопках ирл сквад но который был сделан но в целом ирл это то направление которое мне сейчас интересует больше всего которое больше всего вкладывая сил и денег и всего остального и стараюсь вокруг ребят кто у кого что-то не получается им помогает вот этот ирл бак пак у нас мы разработали с другим с одним стримером с активным охлаждением рюкзачок такой компакт а я понял да с точки зрения технологии тоже делайте что-то удобное для для стриминга хорошо что нужно человеку для того чтобы ну минимальный такой бэк пэк слушай можно не обязательно уходить это нужно в том случае если те нужны свободные руки это занимаешься это супер там прикольной активностью если просто например там путешествуешь показываешь города или какие-то мероприятия есть довольно хороший софт называется larix broadcaster и с помощью него ты можешь абсолютно куда угодно стриме и если там еще это все направить там условно его в бс домой на ком через срт у тебя еще и будет сигнал там можно свечить сцену автоматически получается давайте получается полностью рабочая штука и по сути ну сколько это стоит по телефон хороший ну и чат там можно при рясе печатно чтобы поглядывать я может быть вопрос не в тему но тем не менее и rl немножко был опошлен этими новыми трансляциями с бассейнами и прочее это вообще другая штука это тип все дома а мне именно скорее категория rl она же обобщенная есть аудор и трейлс да я в ту сторону а джошкарсинг путешествует а джошкарсинг это все дом дом самое запоминающееся место в россии который посетил слушай пока их было немного из-за работы я мало могу посещать таких мест подожди твоя работа ну не совсем параллельно помогаю другим стримером с тем чтобы с монетизацией скажем так я понял смотри пока я путешествовал условно по калужской области есть такой замечательный город таруса я был в нем недавно он очень древний мы там на стриме катались на лодке посетили классный ресторан и самое интересное мы шли по городу звонка движуха за зданием а там был день рождения собаки собак городского символа это типа собаку город небольшой и у нее день рождения огромный такой собачий торт она его кушает с угостили отбузом и очень такая интересная была атмосфера там наш такая пиратская типа все друг друга знают нас пригласили ну и угарит туристы гель даст москву нет колуги земляки ну и все погнали еще раз к город назвал таруса таруса и там население приблизительно 1010 даже так там и разок были в казмодемьянске например тоже атмосфера ну и там и архитектура конечно такая древнеславянская так скажу там тоже самое направление на до самобытные все друг друга знают и криминалистов на смысле и криминал очень мало обычно таких городах по той же самой причине хорошо и рел конечно вообще мимо меня проходит потому что стримы только игрушек но это интересно на про я игра тоже стримлю ну прикольно хороший вопрос так что знаешь не так я но на новый год два года назад по моему ну и в этом тоже я делал но у дэс марафон по всем частям бета без смертей умер начинаю заново обычно люди которые стримят давно у них есть такая направленность на некие челленджа конечно вы сделать процесс интереса потому что надо искать что-то что-то более интересное чем я еще и кроме этажки игрушки запомнились симуляторы различные я обожаю просто macos flat симулятор и у нас рак симулятор подобные вещи где можно свободно с чатиком пообщаться позалипать я просто не стал даже горе мыслами забраться очень тяжело ничего нормально у нас неформальная обстановка чатик друзья если у вас есть вопросы не стесняйтесь задавайте спроси у него может ли он а понятно что там местный юмор конечно хорошо хорошо что по стримфесту можешь рассказать очень мало людей до стримеров конечно это с другой стороны проще когда-то огромная толпа это немножко напрягает тем более что мы привыкли работать но тоже перед камерой но спокойно домашней обстановке это конечно ближе к релу я привык когда там с людьми вон кстати наш рюкзак проходит этот не сам проходит там чувак еще с ними да да вот этот чувак который разработал его и пока таких вот мы три штуки сделали даже не по железкам там ну лови соло если в курсе модемчики и все это на липучках можешь органай ну короче там прям из мультиками пусть еще и красиво выглядит прям открываешь ничего не натянуто все прям чтобы работала хорошо я стримил rl на нем на лыжах я катался и он не упал и он выдержал удар ничего не сломалось я офигел я сбил спину а ему хоть бухны было тоже был интересный опыт я вот планирую в этом году в сочи постримить на нем покататься там тут подсказывает что у нас с тобой есть общая тема ты интернешно комментируем у нас был эксперимент с милами с галустяном и комикс или все ржа я знаю на одноклассники мои очень хорошие товарищи делали это подожди это было не геймшоу еще раз геймшоу это было помню там они делали может быть продакшн команда была от них но нам больше запомнился ведущий там но не галустяна 2 который кто помнишь нет я наверно знаю да не не там не профессиональный там профессиональный ведущий но он не из игровой сферы но в том числе который ведет галилео сейчас с первого канала марконе вот он там конечно ломал дров и до сих пор воспринимать да 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 а я комментирую international ну короче в шестнадцатом пятнадцатом году я был именно все это там большая группа до от star ladder насколько помню это было уже тогда в пятнадцатом году это все образование из разных студий назвали рухам а потом уже все отщебились но по шестнадцатом году это все уже но не имел название просто пацаны гидро стримит интернешнл он начинал насколько понимают и получается стримить с дотой да и данной сикапе я тогда адык держащий старик до 33 на 4 нет мне 26 до сикапе я молодо начал мне только исполнился 17 я купил себе ноутбук кредит потому что у меня старый компьютер не мог позволить стрим 720p и тип мне сказали что это минимально я тогда стрим на этот на ум не был с джестином они там боролись до бороли аудиторию я помню да не сильно как бы на него как-то обращали внимание но больше джастин севи ну вот и но если как просто пик создал на форуме называл лобби а птб мило стрим это мило было популярно чтобы лобби да 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 чтобы лобби загнать людей и потом коварен коварен потом в конце того теперь пацаны эффект комментировал тут-то отпишите стопики на сикапе чтобы тема журнела чтобы там больше вы расскажете и тем самым потом нет пацаны с сикапа писали да вы будешь наши турниры комментировать ну а потом мне писали чуваки светлые а это уже киберспортивная организация и не потом гейм-шоу там стоп ладом и началось все да гейм-шоу гейм-шоу вспоминается сразу хорошо вот что стримы с людьми делают а ты все не верил я ну что значит не верил так хорошо галилео ведет уже другой чувак да он нам запомнился просто именно тогда марконе ухо что стрим до молодой вообще рано начал 18 лет стримить это это туда тогда это было а мне случайно началось типа у меня два друга поспорили кто из них кого в доте победит играть я посмотрю комментирую это чисто для себя ну а потом что понравилось я говорю буду рандомов коментить играть уже было лень буду рандомов коментить и покоментил им нравилось и я помню но на день рождения мне подарили микрофон и он тогда звучал очень хорошо у него есть минусы но прям гейн а убираешь самый низ и близко к ним очень хорошо звучал и вот это типа все такое но создало такой о нифига какой голос микрофон не особо и это просто микрофон хороший и вот с этого все началось типа я помню спрашивают мне как попал киберспорт спрошу через постель нет история была такова у меня у друга было лучшего день рождения и мы там дико все очень хорошо отпраздновали я был очень пьяный и у меня голос стал более грубым таким прямо и меня прихожу да мне говорят у нас комментатор заболел можешь его подменить точно давай его ставь в эфир ставь в эфир я вам просто рассказывала отличные истории ну комментировал игру это было очень забавно но вот это тогда вот и play season 1 по-моему был я иногда думаю о том что иногда нужно специально понизить планку качества для того чтобы стримить определенный матч ну понимаешь например у тебя все хорошо там с голосом все дела дотером например нужно нет дотерам ключевка дотерам нужно веселье побольше да 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 и нужно шоу соответственно можно нудно комментировать всю игру и при этом ничего не сделав можно при этом как-то что-то там я тоже ушел в том состоянии что тебя понимали уже очень хорошо и было весел но в каком смысле это там было 50 на 50 а потом я больше ну шоу я тренировался делать именно это потом мне пару сажали комментаторов которые именно либо бывшие про игроки либо чуваки которые шарит и получалось такое комбо по самой игре ты серьезно за нее не брался или я брался серьезно я очень много часов не провел для того чтобы что там у меня может быть не самое идеальное понимание игры было потому что игра очень глубокая соответственно но был достаточно чтобы понимать происходящее но с другой стороны такая штука есть который мало кто знает когда ты сидишь комментируешь игру это совсем иное состояние сознания и ты можешь вроде как очень концентрированно смотреть но не замечать элементарных вещей а потом когда ты смотришь как комментирует другой ты спокойно обстановке все это замечаешь сам это таких два разных вещей но я сижу комментирую я могу прям герой перепутать вообще не того назвал которого вообще в игре может не быть типа случайно как-то получилось но когда ты спокойно смотришь были на такие ну просто по глазами бегаешь типа а тут прям еще эфир надо вести какое-то время даже начать отвлекался думаю надо посмотреть реакцию реакцию реакция потом уже все это уже не хватает внимания на чат особенно тогда когда только это все стало популярным не знаю в курсе был такой ресурс dota 2 lunch я был тогда независимым комментатором у меня не было студии вплоть там до четырнадцатого года я был комментатором по сути от dota 2 lunch у меня был свой канал я так себе стримил они меня выкладывали туда и оттуда народ переходил ну по 6 тысяч там было трансляции от 6 до 15 спокойно за счет того что урарки свои ставили минус комонки вот это все мемы я помню их прекрасно и за счет этого типа я вот а потом началась такая тема что студии начали покупать права и независимым комментатором который просто хотят начать просто по сути нечего комментировать тему ли от турнира которые с профессиональными командами которые хотя бы какой-то интерес представляют для общества или за общество тел ну и тогда ты уже приснился кому-то да врезал первые студии было гин шоу были сначала минске потом гильдусе а вот где это все происходило ну на какой студии вы это делали делали прямо в офисе mail-off а в офисе mail-off но есть запись можно посмотреть поржать просто просто поржать такое количество было я недавно пересмотрел это но это все уже история у нас тоже такие моменты были все это было тоже скажем такие эфир был у нас я тебя прекрасно в этом плане понимаю а потом на starlader вроде как тип у меня взяли там же история это наверняка слышал в чате может вспомнит я мне короче была такая швелюр довольно большая и сзади лет экран видимо она репила как-то на камеру не режиссер сказал по брейся и я побрился прямом эфире когда был 200000 человек онлайн метод аналаса при чем нет и шоу с одной стороны с другой стороны ребята сидят рядом анализирует это просто на фоне происходит так что эфир это никак особо не портит да вот так вот такие вот истории так что по поводу варкрафта третьего играл стратегию я понимаю что для дотера кастомки в ладаре чтобы зарубиться на развитие на развитие так это называлось у нас да да ну это было но это было в меньше тех это было на третьем месте на втором месте кастомки на первом месте за какую раз за нежить за нежить а что за стратегию одну стратегию сушь если бы я уже вспомнил так давно я уже настолько старый честно тебе не вспомню я сейчас увижу варкрафт у меня глаз ломается нет все заново вспоминать это не было особо стратегии было так по фану не прям киберспортивный уровень просто весело с друзьями время проводить вот сегодня кстати будет финал турнира европейского поварика и играет причем один из украины другой из россии финале европейского нас очень любят такие дисциплины олдовые люди очень консервативные одновременно и для них это не ностальгия для них это настоящее для меня уже все что было в прошлом я зашел на самом деле куда они там на goodgame заходят там дискор 3 warcraft а тут он стримит за старую я как зашел у меня тоже слеза я с ней начинал и самое забавное мы когда смотрели первый international а я думаю там половина героев не будет мы еще год наверное играли в первую доту ну ту старую я в нее не верил когда смотрел первый international и уж поверь я не думал что уже на пятом я буду комментировать потому что во время первого это я еще я в нее не верил ну да переход я смутно помню тоже этот переход но в целом получилось получился очень хороший продукт перенесли посудились перенесли и все сделали очень долго полезно для комьюнити там столько было бага всего мне выставили ключ когда еще было ты еще онлайна в доте там тогда еще онлайн показывал показывался но это было так себе но это как бы так она она и была бета сколько времени спорком бы это называется в стиме папка ну хорошо напоследок что-нибудь если хочешь сказать открытый микрофон переве привет передать чатка передаю привет сообщество goodgame есть тебе поселучи тоже добра и прочего что блин очень сложно мыслями собраться ребят смотрите стримы любите стримеров играйте в игры и не забудьте с ними общаться сидеть молча чате лурки тоже тип тема но стример очень любят когда с ними взаимодействие лично я например очень это люблю просто пожар так что всем всего хорошего и главное здоровье спасибо большое да это очень важно